Всем привет! Сегодня я расскажу как можно сделать искусственную кожу. Латекс хорошего качества дома с самыми минимальными затратами. Держится такой латекс очень прочно, не отпадает. Для создания искусственной кожи нам понадобится глицерин, желатин, тональный крем и вода. Теперь берем любую неметаллическую емкость. Наливаем 2 столовых ложки воды. Температура воды не имеет значения. Далее 2 столовых ложки глицерина. Глицерин вы можете купить в любой аптеке. Цена его около 20 гривен. Это чуть меньше доллара. Сюда же добавляем 2 столовых ложки желатина. Цена желатина до 10 гривен. Пол доллара. Размешиваем нашу смесь. Если у вас есть микроволновая печь, подогреваем в микроволновой печи на максимальной мощности полминуты. Если микроволновой печи у вас нет, вы можете разогреть данную смесь на огне до полного растворения желатина. Теперь для того, чтобы наша смесь напоминала цвет кожи, мы добавляем тональный крем. Количество тонального крема должно быть около четвертой части чайной ложечки. Теперь тщательно перемешиваем нашу смесь. Смешивайте ингредиенты ненужной палочкой, иначе после этого ее просто придется выкинуть. Перед нанесением себе на кожу проверьте температуру. Проверить температуру ты сможешь, нанеся маленькую каплю на тыльную сторону запястья, так как здесь очень чувствительная кожа. Теперь подготавливаем место нанесения грима. Хорошо промойте этот участок водой, вытерите полотенцем или обезжирьте спиртом. Делаем подложку. Рисуем красной старой помадой, добавляем черный цвет, карандашом для глаз или специальным маркером для грима. Растушевываем цвета. И теперь также старой кисточкой, старым карандашом начинаем наносить нашу смесь на кожу. Делайте это так, чтобы по краям смесь была тонким слоем и ближе к центру. К месту, где вы предполагаете разрез, разорванный участок кожи. Наносите латекс толстым слоем. Как видите, место, где мы сделали подложку цветом, все еще просвечивает. Нам нужно нанести дополнительно смесь на это место. Для этого подождите 1-2 минуты, пока латекс подсохнет и поверху можете добавить толстый слой латекса. Наносить искусственную кожу нужно быстро, так как эта смесь быстро застывает. Теперь даем подсохнуть 3-5 минут. Можете потрогать пальчиком, пока латекс не перестанет липнуть к вашему пальчику. И приступаем к дизайну. Делаем разрез латекса в месте, где латекс нанесли толстым слоем. Чтобы рана была видна, мы вырезаем кусочек латекса и убираем его. Затем делаем надрезы сверху и снизу. И еще больше открываем рану. Чтобы она была открыта, вы можете открыть рану и прижать латекс друг к другу. Также искусственный латекс вы можете декорировать любыми способами. Как аккуратненько, чтобы не проткнуть вашу кожу, прицепить булавку. Либо сшить иголкой с ниткой. Это уже дело вашей фантазии. Если же рана закрывается, вы можете свежим латексом прижать открытые участки раны. И дать подсохнуть, тогда рана будет открыта. Добавляем цвета. Под стенки импровизируемой открытой раны мы промазываем черным гримом. Также добавляем темных цветов к центру раны и вокруг раны. Растушевываем пальчиком ватной палочкой, чем вам будет удобно. Добавляем зеленого цвета, чтобы придать ране грязи и более яркого эффекта. Обязательно добавляем красный цвет. Можно даже добавлять кусками. Если у вас нет специального грима, вы можете использовать все, что у вас есть красящее. Как акварель, так и помады, тени. Все, что вы найдете у себя дома. Если вам не нравится, что ваша кожа имеет глянцевый блеск, вы можете припудрить искусственную кожу латекс-пудрой. Когда латекс в тарелке застыл, вы видите, он начинает тянуться. Вы можете добавить нити латекса в задуманный вами образ. И это добавит только более яркого эффекта. Чтобы наша рана выглядела более реалистично, мы добавляем искусственной крови. Невероятная, реалистичная, ужасающая, открытая рана, искусственная кровь. Латекс, который будет держаться прочно. Таким латексом, искусственной кожей, вы можете делать невероятные эффектные образы к Хэллоуину. Также хочу показать, как это все снимается. Поддевайте латекс ложечкой, пальцем, чем вам удобно. И просто срывайте ее с кожи. Это не больно, не предоставляет никакого дискомфорта. Просто отрывается от кожи. Но обратите внимание, если выбранное вами место для преображения имеет волосы, то выберите другое место, иначе вы можете сделать себе эпиляцию. Хороших вам образов, хороших вам работ и отличного отдыха. Также хочу отметить, оставшийся материал застывшей искусственной кожи, вы можете вынять из вашей посуды и положить в кулечек. Когда вам понадобится искусственная кожа вновь, вам не придется ее изготавливать с самого начала. Необходимо будет просто разогреть в микроволновой печи или на огне. Спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и дизлайки. Увидимся в следующем видео.